Девушки отдыхают Я знаю ничего лучше, чем наркотики и преступления, это действительно так, в этом заключается моя болезнь Четверть своей жизни, это 14 лет, просто я прокололся, это как, знаете, это была выброшена жизнь в никуда Я чувствовал себя не на 28 лет, а на 52 Мне даже надо было, чтобы выйти за хлебом, мне нужен был этот укол По всем признакам я умирал, по всем системам этого мира и по медицинским каким-то диагнозам Вот просто тебя ведет, нечистый дух он тебя ведет и все, и ты не можешь сказать, да я не пойду, да я не хочу Ты не хочешь, но ты не можешь Мрак и одиночество, жизнь без событий, впечатлений, больницы, центры реабилитации и невыносимые физические муки Своё прошлое они все описывают одинаково Это попытки самоубийства, это предсмертельные состояния посредством инъекции наркотиков То есть, ну, у меня около четырех клинических смертей было, то есть передозировок И рвота, и тошнота, и головные боли, и желудок болит, и ноги крутит, и руки крутит, и все, и почки болят, останавливаются Все, что Татьяна Золотова помнит о своей жизни в возрасте от 15 до 35 лет, это воровство, ломки и гонка за дозой Сняла там какую-то вещь в себя, потом какое-то золото, а потом уже стала выносить с квартиры все подряд Однажды Татьяна встретила знакомую, прошедшую курс реабилитации при церкви Когда другие пути лечения от наркотиков не помогают, люди приезжают сюда Я как попала в репцентр, с того дня я ни разу не закурила, не укололась, не выпила Сейчас Татьяна воспитывает сына, проводит лекции для наркозависимых и работает с маленькими детьми Счетчик чистого времени такая, 16 дней, 11 месяцев и один год, чистый и трезвый, вообще ничего не употребляю Стас Домбровский, известный в Одессе организатор ярких арт-проектов, перформансов и благотворительных акций В недавнем прошлом криминальный авторитет За его плечами 20 лет наркозависимости, 11 лет в тюрьме, 7 судимостей, карманные кражи, грабежи и разбои Последние деньги забрал у своей матери, из кошелька вырвал, она кошелек прятала у себя на груди Я ее у нее вырвал и побежал колодц В обществе анонимных наркоманов он познакомился со своей будущей женой Именно любовь, по его словам, вытащила их обоих из наркотического рабства Я нашел свою высшую силу, свое понятие Бога Я считаю это чудо, которое мы сделали своими руками Сейчас у нас будет второй ребенок Стас создал театральную студию «Ежик в тумане» и клуб творческих людей КПД Помогает таким же, как и он сам реализоваться с помощью творчества Признать себя наркоманом, по его словам, это первый шаг Дальше предстоит найти причину своей зависимости и научиться любить себя Это болезнь, которая поражает душу, тело и мозг И заключается она в отрицании, в неумении проживать свои чувства, в неумении себя любить, в уничтожении себя посредством наркотиков Александр Чоков, пастор и духовный наставник для десятков людей, возглавляет общественную организацию, занимается социальной и духовной деятельностью Его достижение – 20 лет абсолютной свободы от наркотиков Бог сделал это чудо, убрал, в один миг убрал наркотики, алкоголь, сигареты, все вот эти вредные привычки, они в один миг ушли Его ученик Станислав Иванцов – программист, дизайнер и музыкант, за спиной 12 лет наркотического ада Все эти годы, по его словам, ушли только на саморазрушение Я занимался пирсингом, модификацией, подвешиванием, это за колени, за спину У меня на лице только было 52 прокола, только на лице на одном Он испробовал все наркотики, которые только мог достать, начиная от лекарственных препаратов и заканчивая героином Не раз находился на грани жизни и смерти Сейчас проповедует слово Божье среди молодежи Наркомания – это не физического рода болезнь, это духовное заболевание, которое лечится таким же способом Виталий Лукиянов – счастливый отец семейства В прошлом 30 лет в дурмане, 15 в тюрьме, тяжелые диагнозы и инвалидность С женой познакомился в церкви, сейчас они оба здоровы, а вот и плод их любви Только на наше твердое решение приходит вот эта помощь свыше Помощь, которую мы здесь не можем своими силами преодолеть Это если я принял твердое решение Их дни расписаны по минутам Помимо основной деятельности, они все работают волонтерами в различных центрах реабилитации Проводят тренинги, лекции и консультации И помогают наркозависимым людям на своем собственном примере Я радуюсь, что я сегодня живу То, что я сегодня дышу То, что я могу созерцать эту красоту, пойти на море, увидеть это величие Юлия Федорова, Сергей Чумаков, 7 канал